здравствуйте gcd 30x вот такие переходники у нас под кабиной стоят вообще они должны быть из пластика насколько я знаю но у меня стояли вот такие какие-то самодельные из металла естественно не прожавели красить их беспонтово покупать новые значит что я нашел крашеные в желтый цвет самый дешевый 1300 за единицу ну и плюс доставка до города мурманск еще к саре того 2 600 плюс косарь 3 600 но я подумал что их купить потом еще такие дистанционные втулки на там специальные покупатели из трубки делать короче все я решил я старый зачистить и обклеить их полиэфирной смолой со стеклотканью ночи зачистил я и один слой проклеил смолой смолой лучше пользоваться на воловская самая хороший вариант по моему мнению но в этот раз не было было солид она с отвердителем как на шпатлевке то есть в тюбике бывает еще капельные там капельки капаешь такая смола ну короче не нравится на мне и слой обклеил вначале зачистил конечно машинка отрезной зачистным диском грубым обклеил положил на батарею высохла на тирану машинкой лепестковым кругом снял шишки неровности потому что как делается ты приклеил ткань она у здесь отваливается отгибается надо салфаном обернуть ее и здесь сюда завестиш обязательно кашу сюда была заведена и все это вот через салфан вы можете руками пригладить где-то на салфан положить что-то болванку чтобы поджимала железяка там или у нас раньше были прищепки вот прищепки были и мы не прищепляли но это было очень давно вот откуда все я это знаю лет где-то с 19 я до 25 где-то 22 3 занимался тюнингом девяток-восьмерок я работал фирме установщиком с полеров мы иногда выклеивал их из бокситной смолы и ткани матрицы мы делали самодельные кашни я делал руководитель матрицы делал либо у нас филянди рядом раньше все тюнинговые тачки были филяндией восьмерки девятки 99 канела карлотта шарлотта назывались эти спалера они к нам приезжали мы демонтировали них бампера делали матрицы и потом выпускали такие тюнинговые вещи как пороги пластиковые лакера то есть подкрылки по-русски бампер передний бампер задние также у нас были передние задние бамперы самодельного производства спойлер на крышку багажника и на кого на короткое крыло морда была стеклопластиковая сделана с финского варианта вот поэтому я так уже делал не раз ржавый металл ржавый металл даже с дырками зачищаешь проклеиваешь смолой ничего ему не будет у меня на лтшке была такая же проблема с капотом весь клюв был гнилой я все так сделал два года уже ничего вообще даже не никак не может вылезти это все но я правда давал начальный пескоструй на грубый на судовой пескоструй вот и сюда чистят конечно кратеры жесткие ну вот стекло обработать значит это стекловолокном шпакля зеленая значит я источил вот на одной и сейчас шпаклей простой протянул вторую не стал делать потому что на машинку за арбитральную нету круга 120 под пылесос я под пылесос бы сделал стал без пылесоса делать рубанком охренел пылюки столько жестко что ну его нафиг лучше завтра куплю диски на машинку и спокойно пылику подключу вот керхеру и запариваться не буду все сделаю я думаю нормуль может быть завтра из-за грунтую вот такая вот работенка еще нарисовалась сам себе нашел работу стекловолокно протянутое шпаклей грунтовать с двух сторон здесь тоже смовой полизированный прошелся грунтовать буду реафликсом 4 плюс 1 вторая вот загрунтовал ресничка на паре наверху ну вот так грунт лежит ну вот так грунт лежит ну вот так грунт лежит ну вот тут косяк и типочки подливать на ногу вот тоже грунт много разъем грунта сейчас еще подожду на двадцать третий поход сделаю ну вот я шлифанул их шлифанул их 240 на механическую в принципе под механику еще нормально здесь чуть-чуть надо шлифануть шпаклевал и перешлифовал сейчас хочу изнутри раптором покрыть их оставался тракт вот он там полбутынки чуть больше есть сейчас пекель возьму изнутри раптором пройду ну завтра грунт не полностью высох ну такой еще мягковат обрабатывается легко ну думаю что завтра приварю на бак заборник и краску разведу и сюда и туда ну или эти просто так покрашу завтра потому что завтра надо подождать пока грунт полностью высохнет он еще такой как бы сухой но я чувствую что он не очень не стеклянный короче положу на батарею чтоб сохло и завтра еще перешлифую 320 и потому что только шишки срезал вот эти да шпаклевку 240 а еще 320 пройдусь на чистовую и маленьким пулером вон скорее все таким китайским за 10 долларов покрашу ну или у олега возьму как обычно какой-нибудь пульвизатор и задую там сатой или девелбисом что-нибудь такое короче ну вот так вот я промывел стаканчики раптора где-то примерно вот так вот и кекалем простым антигравийным вот так вот 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 ну естественно с этой стороны заклеил газетой потому что этот раптор потом если что упадет замучаешься отмывать вот так вот я и сделал думаю что завтра буду красить вот так вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...